один князь дал своего боевого петуха тренеру чтобы тот подготовил петуха для чемпионских боев через некоторое время дней через десять князь спрашивает ну как мой петух готов да петух сильный отвечает тренер он стал уже агрессивным не боится никого чуть увидев других соперников кидаются немедленно драку это хорошее качество вырабатывать ну что ж но требуется немножко подготовки хорошо еще через десять дней князь спрашивает ну что мой петух готов знаете почти готов почти готов он сильный бесстрашный агрессивный не имеет немедленно кидается в бой стремится в бой но еще некоторые качества требуется чтобы он еще был силен еще умен некоторые навыки ну хорошо еще через 10 дней князь спрашивает ну что как мой петух готов тренер птич готов а как он себя ведет наш петух знаете он стоит как каменный из вояний не оглядывается ни на кого не смотрит но соперники как только увидев нашу петуха с криком и со страхом кидаются прочим это вершина мастерства к чему я вспомнил эту притчу скорее всего процедура подготовки карьера директора восьмого уровня в компании тот происходит именно так как вы помните три блока нашей карьеры это первый блок начальный это блок представителей это первый второй уровень карьеры второй блок третий четвертый уровень карьеры это менеджерс управленческий состав и наконец третий блок от пятого по восьмой уровень это директорский блок но если на первых порах нашему консультанту для достаточно успешной работы требуется активность определенное активное действие агрессивность ну прочие такие вот может быть даже суета но самое главное желание заработать деньги желание учиться этого достаточно но когда появляется наших структурах уже люди со своими проблемами каждый со своим характером с опытом жизненным со своим воспитанием неизбежно появляются разные мнения и неизбежно появляются конфликтные ситуации управление это как боевые единоборства как восточные единоборства если вы умеете управлять процессом если вы обучены если у вас есть навыки то вы спокойно справляетесь создавшимися опасными ситуациями процесс происходит незаметно красиво и если человек не умеет управлять конфликтными ситуациями то он постоянно сталкивается с агрессией с конфликтами разумеется уже на директорском уровне требуется мудрость дар предвидения эти качества неизбежно приходит человеку каждому тот кто сумел остаться верным своей мечте своим надеждам прошел определенный путь научился преодолевать и многом-многом которым обучает международных корпораций вот так вот вот Продолжение следует...